Знаете, пришел на это место, и меня такое чувство посетило, но наконец-то я в Доме Божьем. Слава Господу! Вы знаете, бывают различные ситуации, утро неудачно сложилось, какие-то обстоятельства или еще что-то, но когда пришел на это место, действительно думаешь, ну все, добрался, теперь встреча с Богом. Наконец, знаете, идешь как на свидание, поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы действительно понимали, что это есть священодействие, это есть священодействие, мы с вами царственное священство, как сказал Бог, и нам даровано право входить во святое святых, в присутствие Божие, и так же, как и служение хлеба преломления, то собрание народа Божьего, это священодействие, чтобы входить в присутствие Божие, совершать это служение, Бог дает благодать, благодать проявляется для славы Божией, и этим возвещается и истина Божия, и имя Господне прославляется. И поэтому, друзья, Бог не всех в народе израильском избрал к священодействию, не всех, но особенных людей, через которых бы это благословение распространялось бы на весь народ. И нас с вами Бог избрал из этого мира, не знаем по каким даже признакам, потому что ничего хорошего и доброго у нас не было, но вот Он своей милостью избрал нас, дал доступ к священодействию, чтобы через нас благословение распространялось на всех людей. Друзья, это очень большая ответственность. И сегодня мы будем приходить к Господу, обращаться к Нему, как священники приготовили себя с полной верою, принесли жертву, осветились, очистились и с дерзновением приступали, чтобы принять это благословение и нести в народ Божий. И я зачитаю всего один стих, даже половину стиха из книги «Псалтырь», 84-й Псалом, 9-й стих. Одно предложение. «Послушаю, что скажет Господь Бог». И мы будем, я думаю, с этими словами обращаться к Нему, потому что мы много информации воспринимаем в этом мире. Но вы знаете, эти слова псалмопевца говорят о том, что нужно быть очень внимательным. А что же скажет Бог? А как Бог смотрит на те или иные вещи? А как Бог хочет, чтобы мы поступили в тех или иных обстоятельствах? И царь Давид, царь Давид, он знал голос Божий. И даже когда он предпринимал какие-то действия, то он всегда вопрошал Господа. «Господи, а как мне это сделать?» И поэтому здесь Слово Божие говорит, послушаю, что скажет Господь Бог. Какое Он Слово сегодня даст? Что Он хочет во мне сегодня произвести? Потому что то, что делает Бог, намного важнее того, чем занимается даже вся планета. Оно намного важнее, друзья. Он созидает будущую вселенную, где не будет болезней, плача, греха, проклятия. Это очень великое дело. Друзья, и это великое дело Он желает совершать в наших сердцах. Поэтому нам нужно быть очень внимательными. Господи, что Ты хочешь сказать сегодня моей душе? Пошли Твое Слово, чтобы произвести это действие, совершить свою работу и явить свою славу и благословение. Аминь. Будем молиться. Гончар. Размял гончар ладонью глину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин. И через несколько часов другой такой же был готов. Затем сказал, извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться. Один кувшин шагнул в огонь, за печкой спрятался другой, а после срока в тихомолку полез с приятелем на полку. И тот кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит, а тот хитрец через часок. Говорите истину. Продолжал я папе лгать. Папа весь заволновался, к телефону подбежал. Обо всем я догадался, когда он 0-3 набрал. Я уколов так боялся, что от страху побледнел. Стал я робко и признался, что я вовсе не болел. Папа мне простил, конечно, хоть и малость наказал. Но с тех пор прошу, поверьте, никогда я уж не врал. Дорогой к Ерихону сидел слепой бездомный, Страдая. Кто бедному поможет, кто лепту мне положит, Лильцевая. И в сно и в непогоду взывает он к народу, Где помощь моя. Ему же отвечают, пусть Бог тебя спасает, И горько он рыдает тогда. Толпа проходит мимо, зовет ликуя имя. Иисус, Иисус, слепой кричит волненье, Пошли мне утешенье, о, Иисус. Толпа ему мешает, но он сильнее взывает, Помилуй меня. Услышь, Спаситель властный, Ведь я слепой, несчастный, И грех гнетет ужасный меня. Иисус Христос, жалея услышал в Артемея слепого. Приди, сказал он власть нам, Слепой услышал ясно это слово. Он побежал в дороге, К Христу бросаясь в ноги, О, дай мне прозреть. Христово повеленье Дарует тебе зренье, Покое и утешенье иметь. Не плачет ты, друг милый, Хоть ты больной, унылый, Молись. Есть полон сил помощник, Всех благостей источника бодрись. Открой, Христу все горе, Хоть грех велик, как море, Он все простит, Он исцелит и вечный даст покой. Спаситель твой. Не плачет ты, друг милый, Хоть ты больной, унылый, Молись. Есть полон сил помощник, Всех благостей источника бодрись. Открой, Христу все горе, Хоть грех велик, как море, Он все простит, Он исцелит и вечный даст покой. Спаситель твой, спаситель твой. Два сосуда. В нарядной комнате, в гостиной, В шкафу на полочке стоял Большой фарфоровый старинный С красивым вензелем бокал. Он о торжественных обедах Воспоминаниях хранил, А вот невзрачного соседа Не признавал и не любил. Могли бы что-нибудь получше Поставить рядом с красотой. Вот и щербинка возле ручки, Дон фаянсовый, простой. Здесь всю гармонию нарушил И не годится для гостей. Всего лишь глиняная кружка С рисунком в виде голубей. Но каждый вечер наполняют Горячим чаем тот бокал. Свои ладони согревает Хозяин о его бока. И тот сосуд, простой и грубый, Ждал с замиранием в груди, Когда его коснутся губы Того, кого он так любил. У Бога разные сосуды Из глины, меди, серебра. Мне все равно, каким я буду, Лишь бы годился для добра. И чтоб щербинки и болезни Не помешали мне и впредь Быть для хозяина полезным И хоть кого-нибудь согреть. Фарисей и мыдарь. Вошел он в храм и стал молиться. Молитва праведна своей. Ему ли Господа стыдится? Ведь он законник, фарисей. Слетали с уст слова такие. Благодарю тебя, Боже, Что не такое, как другие. Не вор и не обидчик тоже. И не такой, как этот мытарь, Что подойти к тебе не смеет. Наверное, много нагрешил он, Раз перед тобой это окробеет. Да из всего, что я имею, Плачу исправно десятину, Пощусь два раза в неделю. Твои законы не отрину. А вдалеке молился мытарь, И в кровь себя он ударял. Другой была его молитва, Но Бог его молитве внял. Тот мытарь, глаз поднять не смея, Стоял тихонько в стороне, И молвил лишь благоговея, Будь милостив, Господь, ко мне. Господь услышал фарисея, И мытаря услышал он, Но лишь один из них в смирении Домой оправданным пошел. Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Скажем, слава нашему Господу За Его любовь и милость, За этот прекрасный день, За это прекрасное собрание. И Господь Духом Святым на этом месте, Вы это верите? И не только верите, А и переживаете. И мы все это переживаем. И благодарим за это Господа, Что Он сегодня нас на этом месте благословляет. И сегодня, можно сказать, Уже с самого утра, С начала служения, Дети говорят нам очень серьезные вещи, правда? И вот три стиха говорят нам, Практически направляя нас в одном направлении, да? Когда два кувшина, Один прошел, Так скажем, обжигание, да? Прошел испытание, Другой не прошел. Но некоторое время он будет такой же формы, Такой же красивый, да? Но когда его начнут употреблять, Все станет на свои места, И будет видно, Каким он есть на самом деле, Кем он является. И два сосуда, Которые стоят, да, На полке, Один прекрасный, Но он тоже не в употреблении, Он только для красоты, А другой в употреблении, И он оказывается ценнее. И два человека, Которые стоят пред Господом, Мытарь и фарисей, да? И тоже два состояния, Сравниваются два положения, И один оказывается правее пред Господом, Только в том положении, И только по той причине, Что он смирился, Он увидел себя неспособным, Он увидел себя нуждающимся в Господе, И потому он вышел более оправдан. И сегодня мне хотелось бы Обратить наше внимание На одно место священного писания, И потом я прочитаю еще с одного места, Говорится одна ветхозаветная история, Которая происходила во времена царствования царя Давида. Нам известен этот царь, И я думаю, что и вновь пришедшим он тоже известен, Потому что эта личность известная и в мировой истории, И она известна, конечно, и в истории Христианства и иудаизма. И Слово Божие говорит нам В восьмой главе второй книги царств, Вторая книга царств, восьмая глава. И здесь говорится о Давиде, Что он вел определенные войны С противниками народа израильского, Те, которые хотели его поработить, И он стоял за свое отечество, Стоял за народ Божий, И не просто стоял, Он еще и расширял границы, И никогда так велико не было Израильское царство, Как во времена Давида И во времена сына его Соломона. Оно было самое большое, Оно было самое могущественное, И самые сильные противники Платили ему дань, Преклонялись перед ним, И ничего не могли с ним просто сделать, Потому что на его стороне был Господь. Слава Господу! И Слово Божие говорит нам 8 глава 2 книги Царств, 4 стиха и ниже мы с вами читаем. «И взял Давид у него 1700 всадников, Говорится прежде о поражении одного из царей, И двадцать тысяч человек пеших, И подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, Оставив себе из них для ста колесниц. И пришли сирийцы дамаски на помощь к Адраазару, Царю Сувскому. Но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев, И поставил Давид охранные войска в Сирии дамасской. И стали сирийцы у Давида рабами, Платящими дань. И хранил Господь Давида везде, Куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, Которые были у рабов Адриазара, И принес их в Иерусалим до сего места, И далее с 10 стиха и ниже. И послал Фой и Арама, сына своего к царю Давиду, Привесывать его и благодарить его за то, Что он воевал с Адриазаром и поразил его. Ибо Адриазар вел войны с Фоем. В руке же и Арама были сосуды серебряные, Золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу Вместе с серебром и золотом, Которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. И вот это очень интересное такое место Священного Писания. Во всяком случае, я его вижу для себя очень интересным. И постараюсь вам это тоже показать, Раскрыть это место, Насколько Господь позволит и поможет. И здесь написаны очень хорошие слова. И здесь, и немножко в других местах, Немножко ниже, немножко выше, Говорится о том, что Давид, когда завоевывал, Он ставил охранные войска. И поступал очень благоразумно. Так скажем, войска для чего эти были? Они были небольшие. Даже они, так скажем, были в виде небольших отрядов. И они были все на границе, Там, где Давид что-то отвоевал, Что-то он преодолел, так скажем, Что-то он уже прирезал своему государству. И он ставил эти войска. И они исполняли очень такую большую роль. Потому что, когда, если кто-то там начинал Восставать на границе, Что-то там на границе какое-то было волнение, Кто-то начинал собираться против царства Израильского, То это, так скажем, отряд быстро оповещал, Что-то там происходит, какое-то волнение, Собирало все войско израильское, И весь мятеж сразу угошался. Это очень хороший пример для каждого из нас. Для каждого из нас. Мы с вами тоже должны ставить охранные войска. Только где? Какие мы с вами земли должны охранять? Наше сердце. Это самая ценная земля для нас. Это самое ценное, что мы имеем. А через что туда может попасть? Чистое или нечистое. Но чистое мы должны пропустить, А нечистое. Глаза наши. Нужно там охрану поставить. Да, слух наш. Нужно охрану поставить. Нужно поставить. А слушать много, что хочется. И видеть тоже. Это большое искушение. Уста наши. Мы должны там охрану поставить. Должны поставить. А разум наш, который никто не видит и не знает. Да, если мы куда-то посмотрели, кто-то еще увидел. Ага, куда же он смотрит? А когда мысли наши, никто их не видит. И что человек о чем размышляет, никто не знает, кроме Бога. Потому мы должны с вами вот на этих рубежах поставить охрану, чтобы наше сердце, которое было отвоевано для Христа, враг никогда больше не заполучил. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать немножечко ниже еще об одной мысли, какая есть на сердце. И здесь говорится, «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адриазара, и принес их в Иерусалим». Давид отличался от других царей израильских очень большой жертвенностью. И в этом большой залог его благословения. Слово Божие говорит, Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил. Вот все, что он не делал, Господь помогал ему. И сегодня можно подумать, ну какой Давид был счастливый человек. Какой он был успешный. Какой он был благословенный Богом. Вот Бог везде охраняет его. Бог везде ему помогает. Он одерживает везде победы. Не было побед, так скажем, не было войн, которых Давид бы не выиграл. Он все выигрывал, везде побеждал. Этому есть определенная причина. Это не просто, так скажем, его какого-то особенного статуса или положения. Или не то, что Бог просто вот так вот человека одного выделил, и все, он у меня будет самый лучший. У него было определенное сердце. У него было определенное сердце. Его сердце было очень жертвенным для Бога. Хотя были и другие цари, которые тоже много имели возможности, да, где-то воевать. Потому что войны, они всегда, те, кто побеждал, приносили большую добычу. И в то время много было и драгоценностей, которые, так скажем, были во многих других странах, да. И что с этим делал Давид? Когда он что-то завоевывал, что-то получал, он что с этим делал? Ну, это все мне. Это все мне. Я теперь богатый. Я буду славиться, как самый богатый человек на земле. Он так не поступал. Он поступал по-другому. Я это все отдаю Господу. Я хочу Богу моему построить дом. Он хотел построить храм Господень, где будет поклоняться народ Божий. Я Богу отдам все самое лучшее. Бог видел его сердце, что его стремления и старания все были для того, чтобы прославилось имя Господне. И Слово Божие говорит нам, что он имел и золотые щиты, которые он взял у Адриазара. Но можно представить, да, щит это немаленькое изделие. Я думаю, что в каждом щите было по нескольку килограмма, может быть, и не один десяток килограмм золота. Это была прекрасная, драгоценная вещь. И она была там не одна. Их было много, этих щитов. И он все эти щиты посвятил Господу. Богу отдал самое лучшее, самое ценное. Мы видим другое место священного Писания, которое опять нас обращает к этим же вещам. Записано в третьей книге царств. 14 глава. Будем читать с вами с 25 по 28 стихи. Третья книга царств. 14 глава. С 25 стиха и ниже. На пятом году царствование Раваама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима. И взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. Потому что Слово Божие говорит, что там были щиты, которые были Давида. И были щиты, которые сделал и Соломон. Он прибавил тому, что сделал его отец. Еще более посвятив это Господу. А Равааме говорится, что этот человек не был угоден Господу. Он делал неугодное в очах Господних. И Слово Божие говорит, Бог допустил, пришел царь египетский, Сусаким, да, и забрал все это золото. Что Раваам сделал? Как можно было поступить в данной ситуации? Можно было смириться, можно было признать свою вину, вознуждаться в Господе и все это вернуть. Он поступает совершенно другим путем. Слово Божие говорит нам. «И сделал царь Раваам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их и потом опять относили их в палату телохранителей. Он сделал золотые, значит, забрали щиты, он сделал медные, их он хорошо натер, медь хорошо блестела, красиво, на солнце переливается, народ смотрит, идут, несут щиты, прекрасно, здорово, но только они уже не золотые. Ты можешь обмануть окружающих, но ты никогда не обманешь Бога. Ты можешь иметь вид благочестия, но силы его не иметь. Знаете, сегодня много есть различной подмены. можно увидеть такую рекламу. Телефон iPhone 5s. Ему стоимость не меньше тысячи долларов. Тебе предложат его за сто. Он будет такой же прекрасный, он будет такой же красивый, но он проработает несколько месяцев и закончит свое существование. И многие другие вещи, которые сегодня мы можем иметь, многие часы сегодня на улице предлагают Rolex часы. Одно изделие таких часов стоит несколько и даже десятки тысяч долларов одни такие часы стоят. Но тебе продадут их за 200 рублей. И ты будешь владелец часов Rolex. И это все будет подмена. Это все будет не настоящее. И о чем здесь конечно говорится и какой пример для нас, что Слово Божие говорит нам не подменять Божие. Если ты сегодня что-то потерял и потерял драгоценное, потерял может быть свободу в Иисусе Христе, может быть потерял уровень благодати, может быть ты потерял свои первые переживания, первую любовь, не подменяй ее просто красивой улыбкой, не подменяй ее словами, что у тебя все хорошо и прекрасно. Слово Божие дает для тебя и для меня выход. Мы можем смириться пред Богом, мы можем склониться перед Ним, и Господь нам все вернет, и Господь восстановит наше положение, и нам не нужно будет ходить с медными щитами, делать вид благочестия, а мы можем иметь золотые щиты, самое драгоценное, что дает Господь. И давайте мы об этом помолимся, чтобы Господь помог нам не подменять в жизни Божия, но искать Божьего, искать глубоких, близких взаимоотношений с Богом, и иметь то ценное и прекрасное, что дает Господь, и, конечно же, это хранить. Будем молиться. Иисус никогда не спешил, и путями идиаполистинскими подвязался для блага души, добросовестно ищущей истины. Иисус никогда не спешил, обостряя духовное зрение, достигал он духовных вершин, не жалея настраждущих времени. Иисус никогда не судил ни за кхея, ни падшую женщину добрым словом. Он их победил благодатным, уместным и взвешенным. Иисус никого не судил. Он с утра и до позднего вечера как заботливый пастырь ходил за строптивыми нравом овечками. Иисус никому не грозил, кротко терни нес он колючие, падал он, выбиваясь из сил, но не делал Христос революции. Умирая, он не угрожал управляющей ангельской армией, он страдал, чтобы наша душа не попала в капканы коварные. Иисус никогда не спешил, холоднокровно и уравновешенно он, живя на земле, совершил подвиг свой для спасения вечного. Жизнь и река бежит, в вечность она ведет, кто грех свой победит, в вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно его найти, вечную благодать, верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно его найти, вечную благодать, верою обрести. Вера нелегкий путь, у законы тернист, главное не свернуть, главное прямо вверх. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы Христу прильнуть в царстве его святы. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы Христу прильнуть в царстве его святы. Верю в Господь Иисус, верю ты мой Творец, верю отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня Иисус, верю ты мой Господь, верю мне посты жут, верю, что день тот придет, примешь меня Иисус, верю ты мой Господь, верю не посты жут, Иисус. Жизнь и река бежит, вечность она ведет, кто грех свой победит, вечную жизнь войдет, Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Есть тот, кто насильно врывается к людям, он правил приличия не соблюдает, стучаться он вежливо в сердце не будет, он двери привычно ногой открывает, не спросит у вас никогда разрешения, не станет за наглость свою извиняться, ворвется и скажет «Мои здесь владения», а после велит как царю подчиняться. Он знаки расставит, очертит границы, для сердца напишет свои он законы, и стены воздвигнет вокруг из гранита, хозяином властным воссядет на троне. И сердцу ни мысли свободной, ни вздоха, оно против воли преклонит колени, как тесно, как страшно, как больно, как плохо, по-рабски у дьявола быть подчиненье. Иисус никогда не ворвется к вам силой, не в правилах Божьих вторгаться без стука, он хочет, чтоб сердце само дверь открыла и Господа жизни впустила, как друга. Он вежливо в дом ваш сердечный стучится, желает войти, но стоит за порогом. Пусть сердце услышит и пусть согласится, не бойтесь и дверь распахните пред Богом. Войдет он и сердце наполнится светом и станет тепло, хорошо и спокойно. Вы будете Божьей любовью согреты, вы скажете, Господи, счастье какое, и с радостью сердце Христу подчинится, и место уступит Иисусу на троне, он знаки расставит, очертит границы, на сердце напишет свои он законы, законы любви, и принять их нетрудно, преклоните вы добровольно колени, и ангелы будут хранить вас повсюду, как сладко у Господа быть в подчинении, и сердце ликует, и сердцу не тесно, и сердцу не больно, и сердцу не страшно, и в сердце свободы прекрасные песни, но вы, вы открыли Христу ваше сердце, не слышали стука, а он к вам стучится, прислушайтесь, это Господь и Спаситель, пусть сердце услышит, и пусть согласится, впустить Иисуса, вы дверь отворите. Благодарю, Благодарю, святой, благодарю, 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 что ты во мне устроил пенье, раскрыл-ка книгу предо мной, раскрыл-ка книгу предо мной, премудрых истин откровенье, раскрыл-ка книгу предо мной. Благодарю тебя, Господь, Благодарю тебя, Господь, тебя, Господь, благодарю, благодарю, что применим святые силы, святые силы, разоплачил Адама плоть, разоплачил Адама плоть, и дух избавил от могилы, разоплачил Адама плоть. Ты цель поставил предо мной, ты предо мной поставил цель, ты предо мной. Ведешь меня, в честь засвященье, в честь засвященье, в честь засвященье, страну предвечную домой, в страну предвечную домой, приготавляя к восхищенью, страну предвечную домой. Где-то первый раз, может быть, отчетливо я стал понимать, что есть Бог, ну так ясно. Это мне было, может быть, лет, может быть, 12. Я учился в школе еще. У нас был учитель истории, директор школы 55-й, Томской. Она почему-то любила рассказывать, она в возрасте была, Екатерина Гавриловна, и она любила рассказывать о том, что какие-то истории, там, знаете, такие, что вот плащаницу нашли, там еще что-то такое, вот она вот такая была, набожная женщина. И меня это увлекало все, интересовало. Ну, потом я попадал на улицу, в среду, значит, ребят уличных, и быстро все это забывал, баловство, вот это вот игры всякие там, знаете, и кражи там, и все остальное, все это затмевало, то семя, может быть, то те мысли о Господе. Потом опять я вспоминал о том, что есть Бог, какие-то периоды трудности в моей жизни, когда становилось очень тяжело. Потом опять увлекался вот какими-то делами такими греховными. И так повторялось длительное время. Господь постоянно стучал со мое сердце, я был молодой, здоровый, как мне казалось, красивый. Вот. Но, знаете, время шло. Грех начал поражать. потерял зрение, потерял здоровье, потерял руку. Уже все болячки перечислять не стану, что потерял, что нашел. Но, вы знаете, сегодня я сижу, я нашел Господа, слава Иисусу Христу. Я сижу сегодня уже 11 лет с народом Божиим, с вами, дорогая церковь. сижу, вспоминаю вот, когда был молодой. Господи, что же мне мешало? Прийти к Тебе здоровому, прийти к Тебе целому и служить и посвятить Тебе всю свою жизнь. Господи, почему мы так непонятливы? Почему мы так, Господи, уверены в себе? Почему наша красота, сила и молодость, они нам мешают почему-то понять и уразуметь, что будущность наша, она сокрыта в Тебе, и без Тебя ее просто не может быть. А когда мы растериваем себя на этапе жизни, мы приходим уже от безысходности, пытаясь найти Тебя. И часто так бывает в центре, знаете, у нас, когда человек идет, пришел и как-то пошел и как-то обратился и как-то, может быть, покаялся, исповедовался и отчасти в какую-то меру прилепился к Иисусу и пошел, и как-то он пошел ревностно и все, это радуюсь я вместе с ним, все, и наступает момент, когда он говорит, нет, я пошел. И я просто не знаю, как ему передать то, что я прошел. Слушай, но ты вернешься, но в тяжелом состоянии. Слушай, но ты обратишься, но будет тебе очень тяжело, ты, возможно, потеряешь здоровье. Ты, возможно, потеряешь руки, ноги, глаза, я не знаю, там, почки. Зачем тебе это? Остановись. Она не слышит. Пробуй, деду назвал, я поспешим к совершенству. И вопрос такой встает, надо нам это, спешить к совершенству. Друзья мои, надо или не надо? А зачем? А зачем? А зачем? Ну, вот смотрите, ну, понятно, Библия нам говорит, что поспешим к совершенству. И, ну, мы понимаем, что так написано, ну, а зачем нам спешить к совершенству? Вот я обрел спасение, я покаялся, поверил в Иисуса Христа, искренне покаялся, оставил все свои грехи, приводил максимум стараний к этому, молюсь, нуждаюсь. Ну, и вот я сегодня в церкви, хожу по воскресеньям на собрание, десятину даю, пощусь два раза в неделю, как вот написано. Какое совершенство? Ну, слава Богу, спасен? Спасен? Ну, кто скажет, что не спасен? Я спасен, слава Господу. Так вот встает вопрос, зачем спешить к совершенству? И так нормально. Вы знаете, но Библия говорит нам, поспешим к совершенству. И апостол, апостол и Павел пишет в послании к евреям, шестой главе. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основанию обращения от мертвых дел и вере в Бога. Здесь написано, он говорит, посему, оставив начатки учения Христова. Братья и сестры, начатки учения Христова, они преподаются, преподаются при подготовке к водному крещению. Начатки учения Христова, это обращение от мертвых дел. Начатки учения Христова, это когда человеку объясняется и открывается истина священного Писания или благая воля Божия в том, что нужно оставить всякий грех, что нужно увидеть себя грешником, осознать это, принять это, покаяться, признать себя виноватым перед Богом, попросить прощения у Него во имя Иисуса Христа, получить свободу. Это начатки учения Христова. И еще многое, что преподается братьями нам при подготовке к водному крещению, это начатки учения Христова, но в основании лежит обращение от мертвых дел. Так вот, Павел пишет, поспешим к совершенству, оставив начатки учения Христова и обращение от мертвых дел, поспешим к совершенству. Он показывает и, значит, напоминает, обращает наше внимание о том, чтобы нам нужно поспешить к совершенству. Вы знаете, я разъезжал и думал. Для чего? Здесь написано в первом послании Петра, во второй главе, вторым стихом, как на врожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти нам во спасение. Во спасение, окажется, еще нужно возрасти. Спасение нужно не только получить, примириться с Иисусом, но в Него нужно еще и возрастать. Вы знаете, и часто мы говорим, мы спасены. Кто спасен? Я спасен. Слава Господу! Я думаю, каждый может сейчас смело поднять руку именем Иисуса Христа и с жертвой воскресения Иисуса Христа мы имеем надежду вечно во спасение. Слава Господу! Аминь! Так есть. Но вопрос. Павел в одном месте пишет и говорит. Спасены в надежде. Спасены в надежде. Вы знаете, в одном месте я привел пример, мне кажется, ну, таким справедливым примером. Это большой корабль, который плыл, и он начал тонуть. По какой-то причине, может быть, пробоина какая-то. Очень большой корабль, несколько там тысяч человек. Он начал тонуть в море, в океане где-то. И вот знаете, люди начали паникой, что-то делать, надо спасаться как-то. Ну, выход какой? Океан открытый. Может быть, еще и ветер там какой-то холодный. Все. Волны большие. Что же делать? И вот знаете, тонет корабль. Все. Смерть. Но вдруг нашлась эта шлюпка на корабле. Ее спустили на воду, и там есть 20 мест, к примеру. И вот кто-то успевает туда попасть, на эту шлюпку. Все, корабль утонул. Спасены в надежде. До берега еще доплыть надо. Так ведь? До берега доплыть надо. Океан, волны. Надо до берега добраться. Когда на берег встанем, тогда можно твердо сказать спасены. Так ведь? Ну, все, стоим. Уже не утонем. Уже стоим. Но в шлюпке еще как-то маленько, знаете, переживание. Ее болтает, ее кидает, ветрами носит, волной захлестывает. Спасены. Ну, конечно, спасены. Корабль утонул. В надежде. Доплыть надо. Вы знаете, есть одно но. За этой шлюпкой постоянно следит и наблюдает. И неизменно помогает тот, кто имеет вечную силу и помощь церкви своей. Это Бог. Слава Господу. Он хранит ее. Он оберегает ее. Он направляет ее, чтобы она не сбилась с пути. Он постоянно ее снабжает всем необходимым на этом пути. Это наш с вами Господь, который искупил и умер за нас. Слава Ему. Вы знаете, но нужно поспешить к совершенству, говорит Священное Писание. Я прочитаю из книги Иисуса Навин. Прочитаю. Здесь написаны такие слова в пятой главе с первого стиха. Когда все цари Амарейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари Ханаанские, которые при море услышали, что Господь иссушил воды Иордана, пред сынами Израилем, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их и не стало уже у них духа против сынов Израиля. Это история, когда Израиль выводил Бог из Египта и уже привел к Иордану, и им надо было переходить Иордан, потом Иерихон, помните эти истории все. И вот они перед Иорданом, Господь иссушает воды Иордана, переводит, и здесь, значит, происходят такие события. В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе каменные ножи и обрежь сынов Израилев во второй раз. И сделал себе Иисус каменные ножи и обрезал сынов Израилев на месте, называемом Холм Обрезань. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилев. Весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне, умерли. В пустыне на пути поисшествия из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, да коли не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали глаза Господа, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал Отцамы дать нам на землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сынов их сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, да коли не выздоровел. И сказал Господь Иисусу, ныне я снялся с посрамления египетское. Почему и называется то место Галгал даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы в стану в Галгале и совершили Пасху в 14 день месяца, вечером на равнинах Ирихонских. А на другой день Пасхи стали есть из произведения земли сей, а пресники сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было бы ли манны у сынов Израилев, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Вы знаете, это история о том, как весь народ, который не был послушен Господу в пустыне на пути, которые роптали, постоянно недовольны были, искушали Господа. Мы читаем это все в книге Исход. И они, Господь их, значит, в этой пустыне они были поражены. Но воздвиг Господь их потомство, которые, значит, постарались уже быть послушными. И Господь ввел их в землю, Господь ввел их в землю. И это описывает Павел в 10 главе 1 послания Коринфянам. И он показывает и говорит, и обращает внимание, и говорит такие слова. Не хочу оставить вас, братья, в неведении. Он говорит, я не хочу, чтобы вы не знали, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. 10 глава 1 послания Коринфянам. Он говорит, они все были под облаком и все прошли сквозь море. Вы знаете, это прообраз для нас. Что они все были, значит, в воду погружены. Так же крещение принимали. Прообразом. Как сегодня церковь принимает крещение. И в облако вошли, как крещение Духом Святым. Они все ели одну и ту же пищу духовную. Все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Смотрите, 5 стих. Но не о многих из них благолел Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на зло, как они были похотливы. И так далее, он перечисляет. Здесь в 12 стихе написано. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вы знаете, я размышлял и думал. Господи, ну что же недоставало этим людям? Они видели Бога в столбе огненном. Но ведь это, братья мои и сестры, очень сильно укрепляет упование в веру. Согласитесь? Когда ты каждый день выходишь из своего там жилища и видишь огненный столб ночью, который освещает все вокруг. Когда ты выходишь в эту пустыню, в жару. Там ужаснейшая жара. Там ужаснейшая жара. Когда ты выходишь в эту пустыню и облачный столб, он просто покрывает народ от зноя солнца палящего. Когда ты это все видишь и переживаешь, ты знаешь, что это явление славы Господней. Укрепляет веру? Укрепляет. При этом при всем народ роптал. При этом при всем народ недовольство высказывал. На служителей что-то говорил. Что-то так далее и так далее. Недовольны были всем. Он говорит, пал за неверие. Пал за неверие. А это были образы для нас. Смотрите. Здесь написано. Иисус Навин, пятая глава. На другой день Пасхи стали есть из произведений земли, а пресники сушеные зерна самый тот день. А манна перестала падать. На другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилев. Братья и сестры. И вот верующий обратился. Человек поверил, обратился, пришел и пошел. И первые шаги, они подобно младенчеству. Подобно рождению, младенчеству и возрастанию. Когда мама его кормит. По первому его писку или крику. Когда мама его пеленает. Когда мама его качает. Когда мама за ним ухаживает. Мама его моет, подмывает. Все переодевает. Мама стирает. Мама обстирает. Мама заботится. Мама игрушки ему. Все окружает его заботой и побечением. Но наступает момент, когда манна перестала падать. Манна перестала падать. И они ели плоды. И Господь питает этой маной, и Господь снабжает этой маной, и Господь тебя и меня ведет до времени, постоянно окружаясь заботой, снисхождением, каким-то попечением, каким-то внимательностью, чуткостью. Но наступает период, каким-то успехом в деле, знаете, рук, каким-то благословением особым на работе, где-то еще, в отношениях где-то с руководством. Господь окружает, и ты думаешь, ну как славно быть верующим. Но слава Богу, я христианин. Но наступает момент, когда манна перестанет падать. И придут обстоятельства, где нужно будет Богу увидеть плоды. И Он ждет, что эти плоды твоего духа, плоды твоих дел в твоем христианстве, в твоей вере, они проявятся. Они у тебя созреют на твоем формировании, на пути формирования христианского. Он ждет этого. Братья и сестры, Библия говорит нам о двух родах плода. Первое, это плоды духа, мы читаем в послании Галатам 5 главе. Плод же духа есть. Любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротосовержание, долготерпение, благость, я не по очереди сказал, на таковых нет закон. Еще есть плоды дел. Когда добрые дела христианина, они говорят о его вере, о его христианстве. Когда человек жертвенный, когда человек посвященный, когда человек не требует себя, раздает. Когда человек трудится, когда человек не просто сидит, а он что-то делать стремится, доброе, ради Господа. Ради того, чтобы имя Иисуса Христа прославлялось в его жизни и через его жизни служение ближе. Два рода плодов. Младенец, он ничего никому не отдает, ему нечего отдавать, он лежит, просто плачет, постоянно урослит, постоянно недовольный, постоянно ропщит, постоянно, значит, какие-то у него истерики, капризы, топы не ногами, меня не поняли, меня не слушают, меня не любят. Все, это младенец. Когда взрослый человек, он начинает любить, он начинает снисходить, он начинает покрывать, он начинает вмещать, он начинает терпеть, он начинает служить, он начинает что-то раздавать, он начинает себя посвящать. Он внимателен к себе. Он степенен. Он сдержан. Он послушлив. Он никогда не оправдывает себя обвинением других. А часто так бывает, что человек начинает себя оправдывать, обвиняя других, не желая разглядеть в себе неправоту. И вот Господь ждет. Господь ждет. Когда же? Но знаете, однажды, там же никто не предупреждал. Вот здесь, читая книгу Иисуса Навина, пятую главу, никто не предупреждал. Просто наступил день, когда мана перестала падать. Перестала падать. И они ели произведение земли той. Та земля – это ханаан. Это прообраз неба. Земля ханаанская – это прообраз неба. И произведение земли той – это плоды духа. Это плоды духовного царства. Произведение земли той. И христианин обязательно рано или поздно придет к такому состоянию, когда вдруг успех в деле, в каком-то на работах, где-то в отношениях, где-то еще успех этот, он прекратился. Внезапно, вдруг. Понимаете? И нужно будет стоять на коленях. Нужно будет побеждать. Нужно будет снисходить. Нужно будет нуждаться. Господи, помоги. Нужны будут плоды. Конечно. Господь не без милости. Конечно, Он хочет, чтобы эти плоды в твоем моем сердце, они возрастали. Чтобы эти плоды в твоей моей жизни, они появлялись. Конечно же, Он будет сопровождать тебя. Конечно же, Он пошлет своих ангелов. Чтобы эти ангелы, они хранили тебя на путях. Чтобы, как помните, написано о Христе. Чтобы у Его капли пота были, как капли крови. Вы помните, написано, когда Он молился в Гефсимане, когда был послан ангел, который укреплял Его. И Он пошлет этого ангела, если ты правильно поймешь Его. Если ты правильно поймешь Его, что сейчас тебе нужно ничего никому не доказывать. Что сейчас тебе нужно встать на колени, увидеть себя. Встать на колени и вознуждаться в своем Господе. Что придет сила от Него, Он пошлет этого ангела. Он будет укреплять тебя. Он поможет тебе на пути. Он даст тебе помощь и силу, чтобы эти плоды, они в духе появились в твоем христианстве и моем. Чтобы эта вера, она была плодовитой. Чтобы твое служение, оно стало прекрасным. Чтобы твое вхождение, оно стало светом для неверующих людей. Это возрастание. Поспешим к совершенству, написано. И Павел, понимая это, описывает нам и говорит, наставляя нас. Посему, оставив начатки учения, поспешим к совершенству. Постоянно так продолжаться не может. Вы знаете, это откровение, вспоминая, братья рассказывали. Когда там ставили за одного брата, который на достижении, там его рукоположение, вопрос решался. Его ставили откровение. И там была вот эта коляска показана. И когда он маленький, все вот в этом чепчике там с бутылочкой, а как у него ноги огромные уже взрослого человека с коляски с этой, значит, а он все маленькому, ему нравится вот это вот маленьким быть с бутылочкой. Когда вот, знаете, вот это вот, порой вот это вот, думаю, Господи, дай исподобиться. Дай исподобиться достичь твоих вот этих вот обетований, возрастания и укрепления. Чтобы жизнь мое, служение мое, оно приносили плод тебе, чтобы ты мог радоваться, видя мое христианское хождение и жизнь. Чтобы ты мог просто торжествовать в духе, как написано, он на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Помните 53 глава Исаии? Я хотел бы вместе с вами помолиться об этом Господу. Потому что понятно, что мы люди, что мы люди. И бывает, что где-то нам проще, проще, проще вредничать. Проще капризничать. Проще что-то кому-то доказывать, не доверяя Богу. Проще. По-человечески решать что-то. Но он всегда ждет от нас возрастания и духовного становления и укрепления утверждения в вере. И плодовитости. И плодовитости. И может быть сегодня не жатва, тему о плодах затеяли. Но хотелось бы, чтобы эти плоды в духе, они созревали и приносили добрую радость. Иисусом Христом. Слава Господу. Помолимся Богу. Научи меня, Боже, любить всему Он, тебя всем помышлением. Чтобы душу тебе посвятить. И всю жизнь, скажем, сердцем биением. Научи ты меня соблюдать. Лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех которых пришел искупить. Ты своею причистою кровью. Бескорыстной, грубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. Аминь. Песнь переводится, что несправедливый этот мир, где тебя нет, Иисус. Ну и всех ближних спаси. Как бы молитву так вот Богу без менять тебя, Иисус. Грустно и душа плачет без тебя, Иисус. Грустно и душа плачет без тебя. 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 Грустно и душа плачет без тебя.